Добрый день, мои друзья, мои ученики и подписчики на моем канале Александр Ивенокуров. Меня зовут Александр Ивенокуров и вы на моем канале, как я уже сказал. И сегодня я с вами поговорю о такой теме, как проходят мои онлайн-уроки. И почему я гарантирую эффективность обучения онлайн. Я уже обучаю онлайн 4 года, еще это я начну сделать до пандемии, потому что ко мне приходили ученики, которые заканчивают гимназию, у них очень мало времени, и им сложно было ездить ко мне в школу или, допустим, в другие места, там, допустим, домой или в те помещения, которые я снимаю для уроков. Поэтому я предложил им такой вариант, что они занимаются у меня по скайпу 45 минут. Вот. Но это их устраивало, потому что они сэкономили время на дорогу, и непосредственно мы с ними уже готовились по той программе, которую они уже умели. Это были ученики, которые у меня уже занимались по 3-4 года. Ну, с приходом пандемии в наш мир, конечно, у меня были и новички, это и дети. Причем это было не только с таких стран, я живу в Германии, а это также были и с Россией. Но когда ко мне приходили дети, у меня был мальчик, он начинал заниматься на флейте в 10 лет, и мы буквально с ним за какое-то очень короткое промежуток времени, где-то за полгода мы флейту освоили, и потом мы перешли на инструмент кларнет. И другой мальчик был из Америки, он тоже начинал на блок-флейте, тоже примерно лет было 9 или 10, и я решил ему сказать, что он наделал большие успехи, и у него были проблемы с дыхательным, проблемы с астмой, и я решил ему дать возможность попробовать на инструменте саксофон. И все эти уроки мы проходили у нас в режиме онлайн, но у меня было одно условие, если это были дети, то я просил хотя бы какие-то первые уроки, может, месяц или два, на моем занятии присутствовали родители. Почему я это делаю? Потому что первые шаги, когда нужно объяснить, постановку пальцев на инструменте, или дыхание, или амбушюр, или какие-то еще трудности, или помочь ребенку найти правильные ноты, а мои ученики, это не всегда, ну, как бы, дети с прекрасными творческими способностями, у кого-то есть, может быть, проблемы такие, они не могут читать ноты с листа, они плохо запоминают, у них плохая память, у них могут быть дислексии или аутизм, то тогда я прошу сидеть родителей, которые не мешают на уроке, а только мне помогают тем, что они подсказывают, может, поставить как-то палец, подать нож и листочек, но они помогают мне, ну, так как я не могу дотронуться до ученика, потому что между нами, да, огромное пространство, то они помогают даже поставить какой-то палец на инструмент, или какую-то техническую возможность, если вдруг скайп или интернет перестает работать. Почему у нас это получается? Почему получается онлайн? Потому что если я, как педагог, могу объяснить моему ученику, который находится у меня, около меня в помещении, то я также могу объяснить, и находясь в другой комнате, потому что я знаю те ошибки, я знаю, на что обратить внимание, я знаю, почему ребенок или взрослый человек их допускает, и я с первых же уроков делаю так, чтобы ребенок не допускал ошибок. Я слежу за этим, я вижу динамику моего ученика, я понимаю, что где у него сложности, и стараюсь давать такой репертуар, где шаг за шагом мы тренируемся. Для меня очень важно, чтобы ученик мой, это вот когда будет взрослый или ребенок, уходил с уроком, с улыбкой, да, чтобы у него, пока очень маленький шаг, но получался, да, я подбираю для каждого ученика его репертуар. Для этого мы смотрим, что он любит, какие он песни или мелодии слушает дома, что он звучит, какая музыка дома звучит, какая музыка, допустим, слушается или играется в его окружении, его друзья, и это первое, с чего мы начинаем, да, и дальше я как дирижер, я пишу ему, может быть, какие-то мелодии, которые он слышит по радио или по телевидению, или дети зачастую любят всякие там японские мультики и из них, а если к нам приходит такой, чем взрослый, и мы сразу с ним определяем, какую он хочет музыку играть, это может быть классика, может быть колес, а может быть это джаз, и тогда мы предлагаем ему те произведения, которые у него на слуху, потому что, по крайней мере, он может их пропеть, или ритм будет для него не такой сложный, потому что, допустим, у меня такой инструмент классик сафон, вы сейчас видите без глазами, он как бы очень легкий инструмент, он переходный инструмент, да, потому что на нем есть и трость, да, и кто хочет звучит, собирается на кларнете или саксофоне, а инструменты это сложные, то я предлагаю, допустим, взрослым вот такой инструмент, классик сафон, у меня есть курс, три месяца мы учимся на этом инструменте, мы учим аппликатуру, мы учим ноты, мы учим дыхание, как дышать, правильную постановку, потому что такая же правильная постановка на амбушюре, да, будет и на кларнете, и на саксофоне, и самое главное, мы учимся слушать, да, слушать свое тело, свои пальцы, развивать моторику пальцев и память. И все это, как свой курс, я даю курс онлайн, да, причем самое главное, что я не просто учу играть на инструменте, а я даю различные упражнения, это упражнения и на моторику пальцев, когда дети маленькие, от 5 лет у меня делают упражнения домик, когда нужно составить все пальцы, это упражнение есть на моем видео, видеоурок, пожалуйста, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видеоуроки, видеоуроки, также есть упражнения на дыхание, когда я учу дышать с листочком или с пальцем, тоже все эти упражнения есть. Упражнения на моторике пальцев, да, когда я учу правильно сгибать верхние фаланги пальцев. И вот после этого, когда мы с вами овладеем правильным дыханием, моторикой пальцев, как держать пальцы на инструменте, как держать голову, да, что значит осанка, когда нужно ровно сидеть на стуле, с ровной спиной, да, и зачастую я подсказываю такое упражнение, когда я положу книжку, например, на голову, да, и с этой книжкой мы должны или сидеть, или, может быть, ходить, или, может, какие-то играть звуки с книжкой на голове, чтобы наша осанка с вами была ровная. Поэтому мои уроки онлайн – это немножко больше, чем уроки музыки. Мы сразу говорим, если есть какие-то цели, ставим цели с родителями. Если родители приходят с учеником, то, естественно, эти цели мы обговариваем сначала с учеником, с родителями, что они хотят получить в конце, допустим, нашего курса, да, это курс может идти месяц, полгода или год, в связи с какой-то цели. Если, допустим, мои ученики поступают в какие-то училища музыкальные, это одна цель, она может занимать целый год. Если нужно поступить в музыкальную школу, конечно, это меньше. А если приходят взрослые и хотят играть в каком-то оркестре, ансамбле, научиться играть на инструменте, чтобы получить удовольствие, подбирать какие-то мелодии, то, естественно, что мы ставим эти цели, какие-то рамки, потому что я знаю, как дойти к этой цели, потому что я сам все это уже прошел и мне довольно легко. А от моих учеников требуется только повторять ту методику, которую я объясняю, которую я даю. Также я даю ноты. Эти ноты я даю в WhatsApp или в Skype или по почте присылаю. В WhatsApp я, почему мне очень важен этот инструментарий, потому что я сам пишу видео и требую от моих учеников, чтобы они мне посылали домашнее задание, когда они играют. Мы встречались только раз в неделю с ними, а в течение недели я контролирую их аппликатуру, их дыхание, их успехи, делаю замечания и посылаю сразу какой-то ответ. И они могут уже прийти к моему уроку более подготовленными, у нас лучший динамика, у нас лучший результат. Если кому-то было сегодня интересно моё видео, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мой канал молодой, поэтому мне, естественно, интересно ваше мнение, интересны те темы, которые вы хотели бы мне задать, вопросы. Я педагог по духовым инструментам, кларне, саксофон, флейты и готов вам помочь своими знаниями, опытом. Кто-то может мне поставить свое видео и я более конкретно помогу, расскажу какие-то ваши проблемы, какие-то ваши задачи нужно ставить. Я открыт, поэтому пишите мне в мессенджер, также можно на WhatsApp писать и спрашивайте меня. С вами был Александр Винокуров, преподаватель по духовым инструментам, кларне, саксофон и такой инструмент, классик, саксофон, очень интересный инструмент, который я всем советую и на моём канале вы можете посмотреть, как он звучит и как я на нём играю. И до следующих раз!